Недавно исполнилась годовщина деятельности новой полиции Украины. Те, кто осуществляли государственный переворот на Майдане, вовсю критиковали Януковича и его полицейское государство. Министр МВД Аваков, будучи человеком красноречивым, смог внушить народу Украины, что новая полиция будет очень сильно отличаться от старой. И кстати, он не соврал. После реформы полиция принялась разъезжать по городам на иномарках, устраивать американские построения, позировать на селфи и... и все. В остальном же, все не только осталось на уровне тоталитарного режима Януковича, но и приняло фашистующие черты. За этот год в интернет попало тысячи случаев беспредела полицейских. И это только то, что удалось снять на камеру. В этой рубрике «Ласточка» поведает вам топ-5 случаев беззакония от национальной полиции за последнее время. 5 место. «Харьков». Остановка водителя полицейским Китаренко якобы за нарушение ПДД. Патруль мне в разговоре вел себя нервно и хамовато. Не выполнял законные требования водителя по предоставлению ему доказательств права нарушения. «А что мы нарушили?» «А что? Пункт 11.5 права дорожного движения». «Да предъявите, пожалуйста». «Кого предъявите?» «Фото-видеозапись». «Фото-видеозапись?» «Да». «Вы думаете, что я вам должен сейчас предъявить?» «Вы обязаны». «Серьезно?» И самое главное, еще и нагло орал и вводил в заблуждение граждан по поводу законодательства Украины, праве и обязанностей полицейского и гражданина. «Согласна...» «Во время рассмотрения дела?» «Да, да, вы обязаны». «Так я же говорю, напишите клопотание, я перенесу тебя». «Нет, нет, я вас и знаком». «До того, как мы еще должны вам что-то показать, вы обязаны». «Подействие, вы обязаны». «Достерение ваше, можно?» «Пожалуйста». «Достерение, придите, пожалуйста». «Собто нет, я не увидел». «Еще мы адвокат, имеем право на юрпомощь, мы имеем право или нет?» «А вы хотите, пожалуйста, парень, я говорю, да хочу скачаться или что?» «А я не хочу». Четвертое место. «Днепропетровск». Аналогичная ситуация. Полицейскому показалось, что было нарушение ПДД. На законную просьбу гражданина о предоставлении ему доказательств и объяснении причины остановки патрульный Горобцов фактически прямо сказал, что доказательств в виде фото-видео фиксации у него нет, показаний свидетелей тоже нет. «Какой цели вы меня остановили?» «Уважаемый, вы нарушили правила дорожного...» «Я еще ничего не нарушил». «Нарушили». «Нет». «Нет». «И доказательств, 252, первый доказательств». «Нет, и доказательств». «Вы видеосъемку ведете?» «Нет». «Нет». «Да, мы им да». «Доказы!» «Доказательств нет. Доказом будет мой рапорт». «Ваш рапорт?» «Минимум два человека, и вы не можете писать рапорт». О правоту свою Горобцов пытался аргументировать тем, что он сам видел нарушение. Он напишет рапорт, а сейчас водитель должен предъявить документы. Водитель был в шоке от такой ситуации и отказался выполнять незаконные требования Горобцова. «Опустите окно! Выйдите из автомобиля! Выходите из автомобиля!» После чего Горобцов решил со своими друзьями вытянуть силой гражданина из автомобиля и заковать водителя в нарушение. «Я буду применять средства». «Выйдите из автомобиля! Вы осуществляйте сейчас незаконные действия! Молодой человек, успокойтесь!» Кстати, полицейский Горобцов мотивировал свою остановку водителя тем, что тот припарковался в месте для инвалидов. Допустим, что это так, хотя это допущение по своей природе некорректно. Но разве это нарушение сопоставимо с таким ограничением править свободу? Третье место. Николаев. Водитель вечером ехал по городу и заметил, как полицейская машина проехала красный свет светофора. Гражданин удивился, ведь согласно ПТД полицейский был обязан включить синие проблесковые сигналы. Вот мы с людьми ехали, остановили вот эту машину. На красный свет она проехала перекресток. Достаточно опасный перекресток. Машина проехала без мигалок, без ничего. Мы их догнали, остановили. Каким-то образом полицейскую машину удалось остановить. И когда начался разговор, выяснилось, что полицейский сидит в шортах и шлепанцах за рулем. Самое смешное то, что когда гражданин открыл двери полицейского, последний повернулся к своему напарнику за советом, что делать, если тебе кто-то открывает дверь. Выйдите, будь ласка. Ничего, я не чепаю вашу машину. Я же и не шкрябаю, не кусаю. Правда? Выйдите, будь ласка. Компетентность и знание законов от полицейского прямо-таки прет. Второе место. Черновцы. Ничего не предвещало опасности, как вдруг на перекрестках выскакивает призрак. Ой, полицейский. Блядь! Ебать, что это было? Наверное, это видео должно выглядеть так. Здесь никто не пострадал, но следующее нарушение, подойдет полицейский, закончилось трагично. Первое место. Опять Харьков. Ночь. Центр города. Улица Сумская. Патрульный автомобиль по свидетельствам очевидцев двигался без спецсигналов со скоростью 150 км в час. Гражданский автомобиль «Москвич» двигался на зеленый светофор по всем правилам. Патрульный «Тойота Приос» врезалась в «Москвич» и убила насмерть молодую пару, которая в нем находилась. Убийца, полицейский Маматюк Александр и его коллега Василенко Ярослав не вышли оказывать помощь пострадавшим. Просто сидели в машине. Маматюк-мажор из прокурорской семьи, живет не бедно, ездит на машине последнего выпуска «Миссан Петрол В8». Начальник Харьковской полиции Юськевич... Одну секундочку. Скажите, задержание – это процессуальное действие? Это процессуальное действие? Задержание. Доставление в райотдел задержания. Это необходимость. Это процессуальное действие? Это необходимость. Переехала на место ДТП и пыталась скрыть тот факт, что патрульные ехали без звукового спецсигнала. Данное ДТП сейчас пытаются замять всеми способами. Погибли совсем молодые и ни в чем не виновные люди, которым было всего по 18 лет. Напомню, это уже не первое ДТП, которое Юськевич пытается замять. ДТП с участием ее заместителя, где он сбил велосипедиста, также подвергалась попытке порешать по-тихому. Это видео еще раз доказывает, что не важно какая власть – Янукович это или Порошенко, но в буржуазном государстве всегда будет буржуазная полиция. Субтитры создавал DimaTorzok